А сейчас моя постоянная и любименькая мной и вами рубрика Дырочка в заборе В этой рубрике ко мне приходят разные известные люди Садятся близко И мы смотрим разные российские новости, от которых я сама И мы сидим с ними и об***ем вместе Сегодня у меня в гостях писатель, общественный деятель И линия Маннергейма Сергей Жадан Это социалисты, это левый дискурс, это христианские традиции И так или иначе, мы же гуманисты все, мы можем поддерживать христианские традиции Поэтому думаю, выбора, как такую, и не имею Сергей, я тебе объясню, возможно, ты не видел нашу замечательную программу Ну почему же? Видел, да? Звучай, ну да Я знала, что это был ты Так вот, у нас в программе мы показываем разным известным людям Ну такие новости, от которых хочется иногда вырвать Иногда восхититься, иногда посмеяться Но мы не бываем к ним равнодушными К разным известным людям, а она для чего запросила? А ты что, неизвестный? Нет, у Дубкина же больше известный Ну а давай, добрый Первое видео у нас будет от когда-то оппозиционного, а теперь провластного журналиста Красовского Мы его называем между собой жертвой режима Так вот, господин Красовский, его осенило после нескольких лет режимности Что Россия всегда содержала Украину Сергей, давай же посмотрим как, как содержала В Европу, которая проходит через территорию Украины, соответственно, Россия не будет платить за транзит Соответственно, кому-то придется украинцам содержать Вроде, что у него рука связан Сами себя содержать не спорта Ну так и я Жертва жертвы А не, нет, развязан Если это его поляр, то развязан Потому что там никто не следит Может, это стремится Как с газом, да? То есть, когда мы платили за транспорт и еще И понимали, что у нас украдут там одну десятую Более того, Россия всегда была готова платить и дальше И сейчас, я уверен, русские с удовольствием платили бы Украине за лояльность То есть русские, в отличие от американцев, как раз хотят Украину содержать Русские, в отличие от американцев, как раз хотят Украину содержать Хотят ли русские войны? Хотят, хотят, хотят Да, за лояльность Слушай, ну, а в чем логика? Я вот не могу понять Они бы с удовольствием содержали за лояльность А что за лояльность? Никто не хочет содержаться у них на содержании, мне кажется Знаешь, Россия часто нагадает, знаешь, такого сбуханного работника, у которого дети сделали карьеру Там, кто-то стал банкиром, кто-то стал ресторатором, кто-то стал айтишником, очень крутым, да? И они зарабатывают нормально, они тата тоже как-то поддерживают, а тата все равно же мусить говорить, что он старший, он говорит, я вас поддерживаю Я вас поддерживаю, я вас держу, потому что я ваш тат, а я вас не родил А я как-то так все выглядаю Ребят, ну, если вы переживаете по поводу Северного потока-2, ну, что Байден там отменил санкции, все остальное, то не переживайте Все равно вам, как бы вы прокладывали, либо не прокладывали путь через территорию Украины Держитесь Сергей, сейчас мы покажем твоего коллегу Его зовут Захар, фамилия Прилепин И он в будущем хотел бы, чтобы Россия стала, ну, вообще, независимой тотально Хотя, по сути, он к этому приближается Ну, и Захар, и его страна О чем Захар, давай смотреть Отдельный вопрос с Абхазией, которые едва про это начинаешь говорить Там какие-то определенные персонажи начинают говорить, что мы независимые, нам ничего не надо Вот как бы, вот посмотрите на Арцах, как бы, на Нагорных Карабах И чем кончается иногда вот эта независимость Давайте посерьезнее к этому относиться Независимость, это контекст России Вот контекст России, это реально шанс на абсолютную независимость И жизнь, на самом деле, физическую жизнь, и физическое продолжение жизни И отдельного человека, и целого этноса Поэтому поддерживаю Владимира Рудольфовича, это не я сказал Затянуть пояс и, собственно, восстанавливать Советский Союз Потому что так и не Российскую империю Потому что иного выхода у нас нет О-о-о-о-о Восстанавливать Советский Союз В выхода нет Знаешь, что я хочу сказать? Вот Захар, у него с часом з'является мимика и жестокуляция покинного царства Небесного Михаила Михайловича Жванецкого Вот он начинает, не так что, звук, да и не слухать Это весь бред, который он несет Такое время, что это молодой Жванецкий Рассказывает что-то про Одессу Это какие-то, значит, дребные рухи, механика А потом ты ему каешь там Империя! Мы вернемся на границу Венгрии! Жизнь, возможно, только с нами! Слушай, ну он же все осознает Я помню, было время, когда еще не было оккупации И Россия не занимала такую агрессивную позицию явную В тени агрессивной была И себе подспудно делала свои грязные делишки Но тогда он написал какие-то умные книги И не было вот такого явного империализма Вообще, я думаю, что просто он сыт, поэтому вот, собственно... Ну, не схоже, что он голодает, не схоже, да Выглядаю задоволен... Я не про сыт, я про сыт Ну, две БПС СС, короче Поэтому... Ну, потом приходится Ну, а что делать? Слушай, надо же как-то жить Сергей, спасибо тебе огромное, что ты к нам сегодня пришел Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Украина, Путин, аминь Приходи еще, Сергей Добрый